Еще одним маловажным аспектом для того, чтобы сохранить здоровье и маме, и малышу, является безопасная диагностика, которую проводят здесь, в отделении лучевой диагностики. И про нее нам подробнее расскажет врач-рентгенолог Татьяна Стеблецова. Сейчас на помощь диагностики мамы и малыша пришел открытый магнитно-резонансный томограф. Томограф открытого типа, в котором можно обследовать пациентов в любом состоянии и любых размеров. То есть мы можем обследовать и новорожденную, и беременную женщину, и даже одновременно можем обследовать ребенка и маму, чтобы мама для спокойствия малыша находилась вместе с ним во время обследования. Никакой лучевой нагрузки нет. Это безопасно для всех пациентов. Вы сказали, что можно обследовать пациентов в любом состоянии, прямо абсолютно в любом? Да, наш аппарат оборудован МР-совместимым наркозно-дыхательным аппаратом. Поэтому исследования можно проводить пациентам в состоянии любой тяжести, в том числе и под наркозом. Узнав о современных методах диагностики, предлагаю посетить «Святая святых» – операционную, оборудованную по последнему слову техники. Здесь известный хирург Ашот Григориян проводит поистине уникальные операции. В принципе, наше отделение, отделение регионно-хирургических методов диагностики и лечения, оно изначально создавалось в помощь акушерам-гинекологам. Есть такое осложнение, как послеродовое кровотечение. При этом кровотечение раньше традиционно перевязывали, до сих пор перевязывают, прошивают сосуды. Но есть новое направление в виде эмболизации маточных артерий. И вот в качестве помощи акушер-гинекологам было создано отделение, которое при возникновении критических тяжелых состояний всегда готово прийти на помощь. Какими современными методами вы это делаете? Это делается путем мобилизации маточных артерий. Пунктируем сосуды, которые расположены на ноге, проходим к сосудам, которые кровоснабжают матку, вводим специальные препараты, которые перекрывают кровоток, забивают эти сосуды, и тем самым матка перестает кровоснабжаться по основным ветвям. И удается избежать большой кровопотери и как результат потери органа. Кроме того, что мы занимаемся акушер-гинекологической практикой, отделение занимается лечением пациентов с заболеваниями сердца и сосудов. Мы лечим пациентов с ишемической болезнью сердца, как пациентов с инфарктами миокара, так и тех пациентов, у которых есть стенокардия. Лечим пациентов с врожденными пороками сердца. Это дети с первых часов жизни и до бесконечности. Очень часто у нас к нам обращаются пациенты с заболеваниями сосудов, которых раснабжают головной мозг, то есть сонными артериями, и пациенты, которые испытывают определенные проблемы при ходьбе, так называемый перемежающийся хроматак. И самое последнее направление, которое мы тоже освоили, это лечение при инсульте. К нам доставляют пациентов. Самое главное – это попасть в терапевтическое окно, когда можно помочь пациенту. Нам этих пациентов доставляют, и мы из сосудов головного мозга удаляем тромбы, не допуская развития большого инсульта. Но мы говорили о маточном кровотечении. Это, конечно, экстренная ситуация. А в плановом режиме к вам тоже обращаются? В плановом порядке, если разбирать вопрос акушезовой гинекологии, к нам тоже обращаются пациенты. Это пациенты с миомами матки, которых мы в плановом порядке эмболизируем. Отличие нашей клиники от ряда других клиник в том, что эмболизация у нас происходит не через прокол на ноге, а через прокол на руке, вот в этом месте. Мы своими длинными катетерами доходим до тех сосудов, которые нужно эмболизировать. Что это дает? Это дает пациентке возможность через 2 часа после выполненной процедуры встать и ходить. Ну и еще есть такое, одно из грозных осложнений беременности – это вырастание плаценты. Когда у пациентов, которые когда-либо переносили операцию кесарево сечения, у них при последующей беременности есть риск развития вырастания плаценты, когда плацента вырастает непосредственно в крупные сосуды, рядом расположены органы. Раньше женщинам предлагали либо отказаться от беременности, либо после родоразрешения удаляли орган. В настоящее время в наших клиниках, благодаря внедрению Марка Аркадьевича, стало возможно выполнение родоразрешения. Мы при этом действуем сообща с акушерными гинекологами. У нас каждый этап прописан. Как только ребенка извлекают, мы перекрываем специальными катетерными баллонами кровоток к матке на некоторое время. Это позволяет акушерным гинекологам бескровно практически удалить вросшую плаценту, восстановить орган и завершить таким образом операцию. С такими достижениями современной российской медицины можно не волноваться и с удовольствием рожать в России. Редактор субтитров А.Семкин